Вера вечно, Вера славна, Наша вера, православна. Меня многие люди спрашивали, чтобы я рассказал немножко про умное делание. Я не скажу, что у меня много познаний в этом отношении, но коль спрашивают, что знаю, чему немного Господь бывает учит, тем и поделюсь с вами. Может быть, как-то это вам и пригодится. Вот как у нас много названий, если будем читать в умном делании, очень много названий. Допустим, кто-то умным деланием называет, кто-то сердечным деланием называет, кто-то трезвением. И много-много таких названий. Ну вот я вам скажу, что эти все названия, вот если положить кусочек хлеба, и как святые отцы описывают, кто-то назовет это коркой хлеба, кто-то там буханкой, кто-то булочкой, кто-то кусочком, кто-то там еще как-то. Много названий. Но хлеб, он и есть хлеб. Вот так же и в умном делании, в молитве. Кто как назовет, но суть одна и та же. Вот это делание, оно разделяется на две части. Есть умное и сердечное делание душевное, а есть духовное. Сперва идет душевное делание. То есть, когда человек научается внимать молитвы, внимание сосредотачивать в сердце, кто-то в горле сосредотачивает ум свой. Важно ум куда-то привлечь. Вот почему, для чего надо ум куда-то привлечь? Чтобы человек мог отгонять мысли, которые идут. То есть, сам человек не может остановить поток мыслей. Поэтому ему надо чем-то ум занять. Кто-то, вот знаете, допустим, не может ум в сердце сводить. Но, к примеру, допустим, хоть немного в области сердца ум пытается туда свести. И вот знаете, на месте удержать у человека не получается. И он начинает мысленно вокруг водить. Вот так, вокруг сердца, как бы умом водить. Вот, да, вокруг сердца. То есть, вот как бы круговращения такие, да. Если глаза закроете, можете просто так вот круги нарезать, да, какие-то вот такие возле ума. А потом подальше в сердце это. Вот когда вы в сердце будете ум привлекать или к горлу, тогда падение у вас не может произойти. Как только вы будете в уме держать молитву, тут же могут падения происходить. Потому что враг пробьет ум. Поэтому ум надо его занять вот именно где-то в области сердца. То есть, вот сводить его. Вот. Почему Господь говорил у нас такие слова? Что есть Отец Небесный ищет в себе тех молитвенников, которые будут молиться в Духе и Истине. Сейчас постараюсь вам объяснить, что значит в Духе и Истине. Но сперва я сейчас вам договорю, то есть говорил о Душевном делании и чем оно отличается от Духовного делания. То есть, Душевное делание, оно всегда идет в внимание к молитве, да, трезвение. То есть, вот стараться помыслы отгонять там, не принимать во время молитвы. То есть, нудить себя, то есть, вот именно, да, вот понуждать. Это все идет именно к душевному деланию. Умное делание, духовное, начинается тогда, когда человек начинает чувствовать благодать. Вот когда он начинает чувствовать благодать, как святой говорит Игнатий Бринчанинов. Вот советую почитать вам его вот очень гимные труды. Он говорит такие слова, что покуда сердце чувствует благодать, до этого времени присутствует святое видение. Как только сердце перестает чувствовать благодать, видение прекращается. Вот когда начинается чувство благодати духовной жизни, начинаются и нападки бесовские, тоже духов нечистых. Вот здесь уже начинается умное делание духовное. Вот оно этим отличается от душевного. То есть, душевное это постоянное трезвение, постоянное внимание, отбивание помыслов. А уже духовное, умное делание, когда начинается уже человек чувствовать Духа Святого в сердце, благодати Божией. И потом нападение бесовские, потому что не грешить мы не можем. Господь попускает бесов, чтобы нас очищать от грехов. Как один говорил, да, что кто тебя, старче, научил молиться? Он говорит, бесы научили, да? Вот что-то наподобие. Премудрый Господь все устрояет. Когда приходит уже духовное делание в чувстве благодати, то человек уже может ум в сердце сводить. И уже приходит другая ступень. Он уже научается ум в сердце удерживать. Понимаете, как мы тоже уже подольше держать его там. Вот. И вот я дальше вам говорил о молитве в Духе истине. То есть она обязательно, вообще вот с этим умным деланием, она обязательно. Вот смотрите. Это тоже такой переход от душевного делания к умному духовному деланию. Вот. Что по-простому буду стараться говорить, вот тоже вот святой Иоанн Кронштадтский описывает. Что значит «в истине»? Вот бывает, когда человек приходит на молитву и начинает молиться, но помыслы к нему идут, да, вот там, нападают. И он вроде молится Богу, читает «Отче наш», а сам огород сажает в мыслях, да, как у нас часто бывает. Или там стройкой занимается какой-нибудь, или там ругается с кем-то, да, там в мыслях или еще что-то. Это вот именно говорит о том, что человек лжет Богу. Он не истину говорит. А когда человек что-то говорит и чувствует, и мыслей никаких нету, вот он говорит истину Богу. То есть вот к этой его, да, это вот в истине Господь призывает так молиться. То есть сам человек не может никак остановить поток мыслей. Но когда сие творится, это творится Духом Святым. То есть и вот когда начинает сердце чувствовать благодать, то есть, да, вот мы, когда вот есть возглас, да, горе, имеем сердца. Имма мы ко Господу. Вот когда начинаем служить там литургией, любую молитву читаем, и у нас никаких мыслей нету. И вот только Господь у нас, да, вот. И вот в это именно время человек начинает, то есть это Духом Святым творится. То есть вот тишина полныслов такая. То есть вот в этом прелести никакой не может быть. И вот эта тишина полныслов, тихо, мирное устроение, это все от Господа. Потому что, запомните, бесы никогда не могут подать энергию Христову. Никогда. Господь им это не позволит, они не умеют этого, потому что у них этого нету. Вот. Это вот одно. И когда человек начинает уже чувствовать Духа Святаго, это уже есть в Духе и в истине. То есть он чувствует, что Богу говорит, то есть и думает только о Боге, то есть это в истине. А когда человек начинает уже при этом еще чувствовать Духа Святаго ощутительнее, это уже в Духе и истине. И в этом человек научается, научается, и конца и края этому нету. Потому что Господь у нас бесконечен. И с каждым разом это может много-много-много, да, такое проявляться. Говорю вам это все как вкусивший, не как имеющий, а как вкусивший это. И вот периодически Господь подает вот такое, да, вот когда Он сам соизволит подать, подает. А бывает тоже стоишь и так враг позабивает, так еще что-то. То есть вот эта немощь греховная, она, конечно, Господь нам попускает, это чтобы мы понимали, что где-то гордый помысел пропустишь, где-то тщеславный помысел, где-то своим безумием, славу Божию, себе припишу, да, вот, не научается все. Хочется Бога похвалить, раз, и где-то себя похвалишь, там, да, безумие такое вот. Вот, и страдаю от этого, мучаюсь, и Господь попускает, что помысел начинает побивать в меня еще что-то. И вот об этих вещах, конечно, и хотелось немного и поговорить сегодня с вами. Приобретайте Господа живого, чтобы мы научались вот именно чувствам жить, чувствам. Почему я сейчас говорю часто о чувствах, многие говорят, что себе доверять нельзя. Так ты и не доверяй себе. Зачем тебе себе доверять? Не надо себе доверять. Когда свершается что-то, ну, тогда уже видим, да, что Господь что-то делает. А проверять себя надо так. Если кто-то нам говорит, вот, допустим, если кто-то мне говорит, что я в прелести, если меня это задевает, то, значит, что-то Господь мне дает показать, что-то не то. То начинаю ковыряться в себе, да? А если кто-то меня назвал прелестью, как Паисий Святогорец говорит, а Господь мое сердце еще больше благодатью веселит, не осуждая другого человека, кто обзывает. Ну, здесь спокойно, можете идти и спокойно не переживать. А раз что-то нас задевает, значит, что-то здесь есть такое. Вот это всегда работа над собой должна быть. Причем, чтобы к этой работе прийти, вот именно молитва в Духе истине, мы обязательно должны кое-чему научиться. Сейчас я вам постараюсь объяснить. Все, что с нами происходит, мы должны принимать от Бога. Не от бесов, не от человеков, а только от Христа. Либо Господь попустил мне это, либо благословил. Вот что-то одно из двух. То есть, чем люди святее становятся, тем они всегда принимают от Бога все. Это очень важно понимать. А мы начинаем. То есть, вот там враг через этого человека накидывается на меня. Раз уже сказал враг, накидывается, значит, уже осудил. Понимаете, как вражи какие-то тонкие уловки бывают. А когда мы принимаем все от Бога и осуждать некого. То есть, понимаете, кто-то начинает бояться, там, то колдунов, то бесов, то еще кого-то. Поверьте, страшнее Бога нет никого. И эти тангалашки, они это знают. И они боятся и трепещут. Об этом говорит святой Иаков Апостол. И бесы веруют, и трепещут. Они на самом деле трусливые боятся Господня нашего Иисуса Христа. Поэтому, вот, к Матери Божией почаще взывайте на молитвах. Наша Царица Преблагословенная, она, как пчелка, трудится над спасениями людей. Неустанно. Кто-то в рай попадал и печалился, что Матерь Божию не увидел там. А святые говорят, она на земле. Вот видите, как она трудится. Она на самом деле достойна быть Матерью Спасителя и Бога нашего. Она также подражает во всем Христу. Она на самом деле Мама Человеколюбивого Бога. Поэтому она людей очень сильно любит и переживает, и плачет о нас постоянно. Мы только доставляем одни страдания, Царица Небесная. Прости нас, Госпожа Богородица, милостивная, Дима, Всех Царица Наша. Горе тем людям, которые отвергают Блаженную Богородицу Нашу. Они остаются без великого покрова. Когда придет время, будут волосы на себе рвать. Но ничего уже изменить не получится. Вот так вот, дорогие друзья, стараюсь вам краткую информацию давать по-простому. Насколько могу, стараюсь это изъясниться. Поэтому, если у вас смущение какое-то на сердце пришло, и кто-то вас оскорбил, значит, мы в чем-то виноваты. И вот начинаем ковыряться. Раз мой справедливый Господь попустил мне смутиться, значит, что-то не так. И вот это вот обязательно важно такое. Бегать смущение. Это приходит, когда сперва на человека начинает мысленная брань нападать. Мысленный поток. Вот если мы перетерпим этот мысленный поток и пробиваемся сквозь него, то тогда уже приходит другой уровень. Там и свои искушения, и еще похуже искушения. Ну и там утешение уже идет, благодать. Поэтому это уже совсем другая ступень. Но через этот мысленный поток я смотрю, что люди не пробиваются. Вот в чем состоит у нас такая вот тяжелая брань. Это первая ступень, через которую пройти не могут. И если тот человек, который, допустим, есть среди вас слушающий, который может встать на молитве и думать только о Христе, и больше ни о чем, и чувствовать Бога, то вот вы правильным путем идете. Он многоскорбный, многотрудный, много будете битый, потому что получили Духа Святаго. Вас враг изобьет и перебьет. Но Господь всегда утешит. И когда утешение получаем, и ни почем все эти нападения вражи. А потом приходит такое состояние, что уже думаешь, как невозможно любовью к Богу насытиться, потому что он бесконечен. Когда Господь подает любовь, человек вкусит и начинает жаждать любить Бога. И вот не может насытиться. Чем больше любит, тем больше хочется. Так же бывает и исполнен ненавистью к бесам. Человек не может насытиться отмщению врагу. То есть вот именно бесам. И когда Господь начинает поражать врага через наши труды, благодатью своей, да, вот через нашу веру в основном. Потому как не на труды надеемся, а на милосердие Божие. И насытиться невозможно, когда Господь начинает уязвлять врага. Вот помоги нам, Господи, пробиться через вот эту мысленную брань. Потому что я вижу многих монахов, которые не пробиваются через нее. Не пробиваются. А это первая ступень. И вот жалко, жалко. И у нас такие тоже встречались люди, которые никак пробиться не могут через эту первую ступень. Помоги нам, Господи. Помоги нам, Христе Божий, молитвами Пречистославной Богородицы, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и всех святых, пробиться через вот эту вот брань мысленную. Когда пробьетесь через него, уже другой путь пойдет. Этот путь называется бегать смущением. Когда мы начинаем бегать его, потому что смущение пришло, Дух Святый сразу отходит. И мы остаемся одни. И тут же враг приступает. Поэтому человек уже начинает убегать от смущения всякого. Он не ищет уже своей правды. Уже нет такого. Я прав, я ведь правду сделал, я ведь правду сказал. Такого нет. Есть только Христова правда, и она в сердце у нас может жить, а может уходить. И человек уже только желает исполнения воли Божьей. И Господь вот так вот молчает. Не как я хочу, Господи, а как ты хочешь. Благослови вас, Господи, друзья мои, научиться пробиться через мысленную брань, Восчувствовать Христа Бога и бегать смущением. Тогда вы будете на правильном пути. А пока идет мысленная брань, вы не можете разобраться в чем вы. Вам нужен путеводитель. Вам нужен путеводитель и наставник, который вас проведет через эту мысленную брань. А для этого нужно не жить в своеволии. Сейчас очень многие живут в своеволии. Кто-то говорит, что вот там, ну я же лучше знаю, да, вот простые вещи там какие-то. Я же лучше знаю, как огороды сажать. Поэтому я и говорю, что надо не так, как сказал священник, а вот так, как я говорю, потому что я уже это знаю. И вот жалко человека, что ему Господь хочет научить его жить в благодати, а он никак все это отвергает, потому что живет в своеволии. Один говорит, что мне надо вот так жить, чтобы к Господу прийти, другой говорит, вот так, вот так, вот так. И все, везде своя воля. А Господь в своей воле нашей противится, потому что она перемешана с вражью, с гордостью, с тщеславием, с страстями. С страстями, то есть вот все-все-все вот это в куче. И поэтому Господь ждет и думает, ну когда же ты одумаешься? Когда же ты скажешь, Господи, устал я, научи меня жить, как ты хочешь, а не как я хочу. И тогда приходит успокоение. Вот помоги вам, дорогие друзья, понять, что через мысленную брань пробиться только через волю Божию. Жить не как я хочу, а как Бог даст. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok